Тема оккупации Крыма России все еще не дает покоя некоторым участникам тех событий на Украине. Одним из таких действующих лиц является Александр Турчинов, который с февраля по июнь 2014 года исполнял обязанности президента Украины. В воскресенье 21 марта в эфире украинского телеканала «Эспрессо» он снова вспоминал о тех событиях. Турчинов рассказал, что требовал в те дни от Генерального штаба оказать помощь оставшимся в Крыму украинским войскам. С этой целью планировалось укрепиться на севере полуострова или в районе одного из аэродромов для создания возможности переброски в Крым дополнительных подразделений ВСУ. С этой целью привлекли находящуюся недалеко от границы с крымским полуостровом 79-ю бригаду, однако это не принесло им ожидаемого успеха. Они смогли завести аж шесть бронетранспортеров. К границе с Крымом смогли доехать только два из них. С сожалению, констатирует бывший глава государства и руководитель СНБО. Таким образом, ехавшая отбить Крым у России бронетехника Украины вышла из строя, и маневр не удался. Рассматривался также вариант расстрела из танков крымского парламента с находящимися там вежливыми людьми, защищавшими здание после провокации экстремистов из крымско-татарского Меджлиса, запрещенная в РФ организация. Об этом в эфире Ресурса Крым. Реалии рассказал бывший командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко. Расстрелять, как в 93-м году Ельцин расстрелял Белый дом, так и надо было сделать, уверен Воронченко.